Всем привет! И сегодня я нахожусь в Сталинском университете в кабинете Юрия Курвица, где я записываю это видео, пока он работает со студентами на лекции. И сегодня я хочу рассказать о минусах традиционного урока на одном простом примере. Я возьму урок истории. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, берем традиционный урок истории. Как он выстроен? Начало урока. Проверка домашнего задания, которое зачастую заключается в том, что ученики дома самостоятельно читают параграф, выучивают какие-то понятия наизусть. И затем на уроке выбирается несколько жертв, штуки три, которых учитель опрашивает. И затем учитель делает введение в новую тему, переходит к следующему параграфу, рассказывает материал, ученики что-то записывают в тетрадь. Затем опять дается домашнее задание, ничем не отличающееся от предыдущего. И так из урока в урок. Перед контрольной проходит проверка. Там быстро пробегаются по материалу, по вопросам, которые будут в контрольной. И ученику на дом дается ряд вопросов, которые он должен повторить, точнее выучить и прийти на контрольную. Как прошел урок подготовки контрольной? Эти же самые вопросы ученики получили от учителя. Они должны были на уроке в течение 45 минут на эти вопросы ответить. Работа индивидуальна. Нельзя было ни у кого спрашивать, нельзя было обсуждать. Каждый отвечает на эти 13 вопросов сам и записывает ответы в тетрадь. И в конце урока, когда ученики самостоятельно поработали с материалом, самостоятельно ответили на вопросы, учитель вместе с классом по этим вопросам пробежался для того, чтобы проверить, насколько правильно или неправильно ответили дети. Здесь нет никакой стратегии самостоятельной работы с текстом. Здесь нет поддержки самостоятельности ученика. Если мы говорим ученику, вот этот вопрос, ответь на них и запиши. Это неверная, это неправильным образом организованная самостоятельная работа. Самостоятельную работу и автономность надо поддерживать. Направляющими вопросами, инструментами формирующего оценивания, совместной работой с учащимися и так далее. Далее. Нет возможности на этом уроке обсудить вопросы или проблемы, которые возникают с одноклассниками. Почему? Непонятно. Нельзя и все. Далее. Не используйте на этом уроке инструменты формирующего оценивания. Все инструменты, которые дают обратную связь и ученику, и учителю о том, как вообще продвигается работа, как вообще дела, как успехи, как учитель может знать, насколько хорошо они поняли. Далее. Нет поддержки развития качеств и умений 21 века. Ни одно умение на таком уроке не развивается. Далее. На дом ребенок получает те же самые вопросы, те же самые вопросы, которые он не смог справиться с ними на уроке, он их получает на дом для того, чтобы подготовиться к контрольной работе. И вот теперь переходим к самому главному. Когда я увидела эти 13 вопросов, я разработала для нее рабочие листы, для того, чтобы она могла работать с информацией учебника, для того, чтобы она смогла ответить на эти вопросы, которые дал учитель. Вот такие вот рабочие листы. Сейчас я вам их подробно расскажу и объясню принцип работы. Все бумажные, как видите, никаких технологий, никакого ИКТ, все на бумаге. Мне понадобилось для этого прочитать три параграфа истории и нарисовать рабочие листы. У меня ушло на это 25 минут времени. И вот теперь я остановлюсь на этих рабочих листах поподробнее. Итак, вот рабочий лист, например, для того, чтобы ответить на вопрос, в чем различие между исламом и христианством. Мало того, что эта тема достаточно сложная для понимания, я бы даже сказала абстрактная, так она еще и не явно выражена в параграфе, она разбросана по всему параграфу, и эти отличия и схожести ребенку нужно находить самому. Итак, вот такой рабочий лист я нарисовала для ребенка. В эту ячейку, в эту ячейку ребенку нужно вписать, чем схожи ислам и христианство. И здесь некоторые направляющие вопросы для того, чтобы было бы легче ответить. Здесь далее идут, видите, две отдельные ячейки. В чем их отличия? Например, их отношение к Иисусу, какая у них священная книга, кто был основатель, какое событие послужило для начала. Опять-таки, направляющие вопросы. Ребенок работает с текстом и заполняет. Сначала знакомится с рабочим листом, затем читает учебник, и если на какой-то из этих вопросов он уже ответ нашел, фиксирует сюда. Далее, этот лист, например, мы заполнили даже не сразу, потому что не вся информация дается в том параграфе, который она читала. Ничего страшного, мы берем следующий. Мы берем следующий рабочий лист, этот оставляем, к нему вернемся позже. Здесь, например, нужно сравнить жизнь Иисуса Хрисоса и Мохаммеда и при помощи вен-диаграммы. Я ее здесь начерикала ей. Когда она увидела этот рабочий лист, то воскликнула. Вау, как мне нравятся такие вещи! Она сразу начала заполнять отдельно про жизнь Иисуса и Мохаммеда некоторые факты, которые у нее уже были в голове. Когда этот вопрос она увидела в ЭКОЛЬ на сайте, то она не смогла на него ответить. Здесь она сразу же смогла ответить на этот вопрос. Затем она вычитывала в учебнике информацию и продолжала добавлять и ставить что-то общее. Более того, она, например, поняла, что это общее, хотя я ей об этом не говорила, и сама взяла еще красную пасту и здесь обвела. Я, кстати, могу показать. Вот это ее листочек, где она мне заполняла ответы. Вот вы видите, он расчерикан, и вот она с этим листочком работала. Это ее лист она заполняла сама. Более того, я, например, когда подхожу, и я вижу, что она здесь написала только три каких-то события, а я знаю, что информации больше, я наталкиваю ее и подвожу, в какой семье родился, в каком году, в какой стране, как он умер, как он жил и так далее. Ребенок начинает снова читать текст и отвечать на эти вопросы. Итак, переходим к следующему. Пока она читала здесь, у нее возникали некоторые ответы, и она добавляла их сюда. Теперь переходим к следующий рабочий лист. Вот, например, пять правил ислама. Их нужно сюда зафиксировать. Она нашла, я опять-таки покажу ее рабочий лист, она нашла только четыре. Окей, мы так и оставили. Четыре, так четыре. Она сказала, что больше она не нашла. Следующий рабочий лист, который я сделала для нее, нужно было выучить достаточно много понятий. И я решила, чтобы эти понятия... Во-первых, для меня очень важно, чтобы эти сами понятия, сами эти концепции, чтобы она их поняла. Поэтому я дала такой рабочий лист. Здесь пять понятий. И даю вот таких на бумажке пять определений. Итак, она должна вчитываться, вдумываться. Я даже попросила ее заранее не читать в учебнике, а просто основываясь на логику, на понимание. Прочитать каждое определение и подумать, куда его можно поставить. Ну, например, это, допустим, сюда. Я сейчас не читаю, я ставлю наугад. Это, допустим, сюда, это сюда и так далее. Вот, она их сопоставляет. Вдумается, вчитывается и ставит. А здесь у меня написано внизу «Проверь себя в учебнике на такой-то странице», потому что там эти определения даны. Она сопоставляет, открывает сама учебник, читает и начинает представлять, понимать, что где-то она ошиблась, задает вопросы, мы обсуждаем и идем дальше, к следующему вопросу. Так как, опять-таки, понятий было очень много, это были не единственные понятия, которые надо было выучить, а вот их на самом деле сколько. Я каждое понятие выписала на бумажке, выписала на бумажке, попросила ее взять, убирать каждое понятие, найти его в учебнике и прочитать, чтобы ознакомиться, что оно значит. Затем мы играем, мы переворачиваем все эти бумажки, переворачиваем все бумажки, она вытягивает по одной и по памяти, так, ну, предположим, я все притянула, вытягивает по одной, вот, например, патриарх, и по памяти говорит, кто такой патриарх. Так, это для ребенка игра, ей это понравилось. Так, и последний рабочий лист, который я еще для нее сделала, пожалуйста, различия православной и католической церкви. Какие обычаи, какая одежда, какие праздники, это нужно было вписать сюда. Вот она вписала, например, первое, второе, здесь и здесь. Эти явно в учебнике не были выражены, поэтому трудно было сформулировать. Мы это обсудили на словах. У учителя ушло как минимум на эту работу 4 урока. 3 урока, допустим, чтобы 3 параграфа рассказать, и 4 урок на повторение контрольной работе. А эту работу возможно провести на одном уроке. На одном уроке дети бы проработали с 3 параграфами. Только работу нужно делать не индивидуально, а в группах, чтобы ученики могли между собой говорить, обсуждать. А учителю надо ходить между этими группами, помогать, поддерживать и давать обратную связь. Я очень часто слышу от учителей, у меня, к сожалению, нет интернета, я не могу составить электронный рабочий лист. Или у меня нет интерактивной доски, у меня нет документ-камеры, у меня нет компьютера в классе. Не надо компьютера. Не надо компьютера, не надо документ-камеры, не надо интерактивной доски для того, чтобы изменить свой подход к обучению. Активным на уроке должен быть ученик. Если вы отталкиваетесь от этого, поверьте мне, вам даже технологии не понадобятся. Вот этот урок можно было провести где угодно. В коридоре, в библиотеке, в парке на улице. Все, что надо ученикам рабочей листы. Вы на перемене можете нарисовать эти рабочие листы. И если у вас нету даже ксерокса, если у вас нет абсолютно никаких технологий, пустите этот лист по классу, по группам. Сделайте 5-4 группы, в которых работает 3-4 максимум ученика. Или больше, если у вас больше людей в классе. Ну, пустите его как шаблон. И пусть ученики перерисуют себе, а не научатся работать с информацией. А представьте, если сюда, например, еще добавить QR-коды. Допустим, что у учеников есть хотя бы на одну группу один мобильный телефон. И у каждого задания, у каждого задания на бумажном листочке здесь находится QR-код, чтобы ученики могли заполнить лист, считать QR-код и проверить, они правильно заполняют. Может быть, у них какие-то проблемы возникли. И если они видят, что ответ расходится с тем, что они написали, они подзывают учителя и разбирают эти вопросы, где они столкнулись. Вот для этой работы нужен один или два урока. Но это максимум два урока. На самом деле, я считаю, что за 45 минут здесь можно справиться с этой работой. А у учителя остается еще три урока затем. И представляете, какая должна быть другая контрольная работа. Если ученики таким образом проработать с этой информацией, то традиционную контрольную работу на проверку памяти уже не сделаешь. Какая здесь может быть контрольная работа? Вот я считаю, что один урок нужно потратить на это, на то, чтобы ученики всю информацию систематизировали, проанализировали, проработали с учебником, а три урока потратить на контрольную работу. Только что это за контрольная может быть? Это может быть творческая работа. Допустим, учитель из истории, из литературного рассказа дает какую-то проблему. Задача учащихся эту проблему, например, решить или объяснить, вот использовать ту информацию, которую они прочитали, которую они узнали, опираясь на нее. А затем эту информацию представить, допустим, в виде плаката, концептуальной карты, анимации, интерактивного плаката, инсценировать, да все что угодно. Вот на это можно потратить три часа. Стратегия самостоятельной работы с текстом есть? Есть. Есть возможность обсудить вопросы, проблемы с одноклассниками и с учителем. Обсуждайте сколько хотите. Далее. Инструменты формирующего оценивания используются на таком уроке? Обязательно используются. Без них не обойтись. Когда дети работают самостоятельно, когда они активно вовлечены в учебную работу, нам просто необходимы инструменты формирующего оценивания. В уроке традиционном, истории, которые я вам писала, там они вообще не нужны. Какой смысл от них? Они там просто не нужны. Здесь необходимы. Далее. Поддержка развития качества умений 21 века происходит? Происходит, безусловно, самостоятельность, автономность, креативность. Если это делается при помощи технологий, то это, безусловно, и КТ. Это и решение проблем, это и совместная работа. Поддерживаются. Домашняя работа, вот честно говоря, при таком расстоянии урока, домашнюю работу можно даже не давать. Ребенок проделал огромную работу на уроке. Домашняя работа может заключаться только в том, чтобы продумать, какая будет творческая работа. Просто выносить эту идею, чтобы прийти на урок в следующий раз и взять с собой или телефон, или камеру, или фломастеры, чтобы рисовать. И три урока подряд работать. Вот именно таким образом я работала с учениками. Именно таким образом работал с учениками Юрий Курвиц. Именно таким образом мы работаем сейчас на курсах с учителями. Точно таким же образом мы работаем с нашими студентами. Это то, что мы с Юрий Курвиц называем перевернутым обучением. Я очень надеюсь, что я смогла до вас донести свою мысль. И я очень хотела бы увидеть вашу реакцию и ваши комментарии внизу под этим видео. Лайкайте обязательно это видео, если оно вам понравилось. Оставляйте свой комментарий и подписывайтесь на мой канал. Очень хотелось бы увидеть вас здесь снова. Всего вам хорошего! Удачных вам интересных, замечательных, активных уроков! Всего доброго!